Всем привет, мои дорогие, девчонки, мальчишки! Сегодня понедельник, Таня собирается в больницу. День чудесный, что вы думаете? Целый анекдот, расскажу вам потом. А сейчас, пока коротаю время, девчонки, думаю, цветочками своими займусь. Развела, ребята, свой раствор любимый, перекис водорода. Две столовых ложки, девчонки, я на литр воды. И хочу полить свои фиалочки. Девочки, радуют меня мои красавицы просто, просто радуют. Цветут обалденно. Так я их и не пересадила. Хотела, много рецептов от девчонок, видела цветоводов. У Танюшки щуриной видела, что надо делать фитилек, девчонки. Но уже теперь трогать не буду, потому что так они у меня шикарно цветут. Вот, беленькая, фиолетовая. Это какая-то розовая. Начинает только. А вот самая, самая маленькая пускает цветоносы. Девчонки, душа болит, надо мыть окна. Ой, а окон-то много, но пока не полезу на холод. Хотя сегодня обещают по прогнозу хороший денек. Девчонки, а орхидеи мои не дадут, не дадут вылезти сами себе из таких горшков, как ведра пластмассовые. И горшки у меня купленные, хочу пересадить. Смотрите, только отсвела, опять вот выпустила цветоносик. Но сейчас, думаю, Таня тронет. Это ж ума не хватит довести все как надо. Поэтому не буду. Пускай стоит, тут палочки есть, за которые цеплять. Хочется мне, чтобы она цвела. А вторая, девчонки, смотрите, вот последний цветочек уже полувялый. Ну, ничего. Орхидеи будут отдыхать. Девчонки, что делать с этими корнями? У меня на одной, вот я вам не показывала, все вот так в корнях. Все корни прут наружу. Обрезать же их не будешь, что с ними делать? Листики, я знаю, можно подрезать. А что с корнями делать, подскажите, мои дорогие. У нас похолодало, мы даже вчера уже включили отопление. Муж сказал, мерзнуть не будем. Ну, не будем. Значит, не будем. Машина меня ждет, девчонки. Ой, но ехать мне еще не скоро. Сейчас расскажу. Ой, мои дорогие, как меня радует мой дружок колючий. Смотрите, опять цветет мой мальчик, мальчишечка мой любимый. Вот, глядя на такую красоту, девчонки, расскажу вам, были жизни, как Таня сегодня собиралась в больницу. Ну, я же еще как по-стариковски думаю, чем раньше, тем лучше. А сама задумалась, мужу, надо же, наверное, позвонить в больницу, записаться или как. Как раз там пускают, девчонки не всех, пускают по три человека, остальные больные, кривые, косые, стойте на улице. Это спасибо, сегодня хороший денек. А если бы дождь, ой, то стой и не возникай, как говорится. Девочки, вы не поверите, начала звонить я ровно в восемь часов, потому что, ну, думаю, наверное, шестратура работает с восьми. Дозвонилась я только двадцать минут десятого. Без остановки звонила, муж уже смеется, вот не даст соврать. Больше часа занято и занято, занято и занято. Я не думаю, что там столько клиентов, столько болеющих товарищей. Скорее всего, может, или трубку положили, или с кем-то болтали. В итоге дозвонилась, девушка говорит, записи уже мало, только, внимательно слушайте, на двенадцать сорок пять. Ой, а мне-то сказал директор срочно позвонить, чем дело закончится. То ли продлится больничный, то ли я уже буду красавица на работе со вторника. Не знаю, девчонки, если честно вам скажу. Я-то чувствую себя неплохо, но у меня пошел кашель, вниз опустилось все это воспаление. И в таком положении с детьми, особенно с утра, когда кашель, ну, как бы утренний такой кашель, это, конечно, чревато тем, что меня потом выпрут и скажут, иди, тетя, домой, не заражай никого, и буду я сидеть уже за свой счет. А это в наше время, как вы понимаете, чревато тем, что кушать-то хочется своим детям, лично моим. Поэтому не знаю, что мне скажет врач. Так что, девчонки, с восьми часов я записалась только на без пятнадцати час. Ну, поеду. Ой, ну, какой хороший, девочки, скажите, хороший. Прямо я не знаю. Хотела себе купить еще кактус. А где я видела, случайно, в магните. Думаю, за что такие кактусят, девчонки, я у вас куплю. А не женщина, это имитация. Это не цветущий. А этот кактусенок, когда-то крестная, дала маленький корешочек сыну. И вот посадили мы его, и он с нами переезжал уже с одного дома в другой, сохранился и цветет. Видимо, ему у нас нравятся девочки. Вот такой малыш. Девчонки, что вам хочу сказать по поводу сына. Ну, что, мама, получается, его обманула. Обещала сынок, в школу не пойдешь, потому что больной. Не тут-то было. Учительский ребенок. Господи, это клеймо на всю жизнь. Звоню вчера девочке, классному руководителю. Говорю, так и так. Она, я все понимаю, но сегодня, ребята, ВПР по истории. Поэтому хочешь, не хочешь, иди. Хотя бы на два первых урока. Папа его отвез. Отсидит, а потом уже заберем. Дальше я разрешу, чтобы его отпустили. Вот так. Так, школа вроде бы нужное дело, и в то же время поболеть не дадут. Такие вот дела. Сейчас буду потихонечку тут убирать у него в комнате. Так у него тут хорошо чисто, но постель мы, конечно, не заправили. Побежали. Долежались подольше. Мама разрешила. Ой, девчонки, не знаю. Не хочется болеть, но заходит такой сезон осенний. Будем все очень и очень, наверное, часто мы оставаться дома. Не знаю, раньше. Я вот вспомню раньше. Девчонки, да мы так болели, либо, господи, засопел. Ну, день отсидел, а то и не отсидел. И никаких осложнений, ничего. А тут, пожалуйста, тебе. Ой, такие дела. Девчонки, сменила Таня ракурс. Вот эта красота у меня с пузырьками. Теперь на пять дней. Выписал мне доктор АЦЦ Лонг. Будем мы хлебать и лечить свой кашель. Я опять осталась на больничном, девчонки. Весело и интересно. Что хочу вам рассказать по поводу фокусов нашей медицины. Девчонки сегодня смеялись с мужем просто до хохота настоящего. А чего смеялись, девочки? Вспомнила я фильм «Королева бензоколонки». И великое слово советское – инструкция. Женщина – инструкция. Так у меня, девчонки, была сегодня второй раз уже в больнице. Второй раз. Хотя туда ходить вообще не хочется и появляться. Не то, что несколько раз, а вообще. Но смысл не в этом. Мне нужно было выписать инсулин, девочки. У нас есть товарищ, которому нужен инсулин. Обычно мы выписываем как? Так, звоним по телефону. И сейчас, если нет врача, прямо в реистатуре выписывают и в аптеку передают. Я же говорю «Девчонки, можно мне выписать инсулин?» Женщина, звоните по телефону. Я говорю «Тут у вас стою, по телефону вам не дозвонишься». Я говорю «Сегодня записывалась, звонила три часа». «Нет, по телефону звоните». Девчонки, я вот около вас, что я буду по телефону с вами разговаривать, что сейчас вам наяву говорю «Выпишите мне инсулин, пожалуйста». «Нет, у нас все звонки по телефону принимаются». Что вы думаете? Таня в наглую достала телефон сотовый тут же. Стала им звонить. И вы представляете, она берет трубку, и я с ней улыбаюсь. Я говорю «Девушка, вот она, я говорю, примите заказ на инсулин». А самой смех и грех она заулыбалась. «Позвоните завтра». И положила трубку. Вы знаете, я думала уже просто вспомню свои великие русские могучие слова. Ну, нельзя же этого делать в общественном месте. Пошла я, не сонно хлебавшись. Спасибо врач, который меня принимал, подсказал. Говорит, не трогайте вы регистратуру. Они там все, как овчарки, скажем прямо, злые. Идите сразу в 18 кабинет, есть у нас такой теперь заветный. И там вам выпишут, даже без всяких документов, просто фамилию скажете, там все уже вбито, все данные в компьютер, выпишут вам там инсулин. Девочки, пошла я там буквально через два кабинета. Все мне спокойно выписали. Ну, ты же скажи по-человечески, Господи. Так это я пришла, женщина, которая может дать тебе отпор и может, как говорится, всю шутку превратить, если что, с телефоном, с тем же. А если бабушка, дедушка придут, люди советские, они, как говорится, может, не понимают того еще юмора. Им нужно своего добиться, быстрее идти домой, потому что все там больные. Нормальный человек туда не придет, в больницу. Вот такое великое отношение у нас к болящему человеку. Так что, ребята, анекдоты. Муж смеется вот так, говорит, инструкция. У нас инструкция, звоните по телефону и все. Ой, смешно до хохота, но в душе, конечно, осадок. Все, мои хорошие, Таня сидит опять на больничном и теперь лечит кашель. Воспаление опустилось ниже. Смешно, но грустно в итоге. Все, мои хорошие, пока-пока. Пью свой заветный растворчик теперь и будем выкарабкиваться. Хватит уже лентяничать. Дети меня ждут. Пока, мои дорогие. Забегайте к нам, заходите. Что-то я, конечно, взроснулась. Ну ладно, прольвемся, девчонки. Прольвемся, мы листва с вами.